На 283-й километре автодороги Самара-Волгоград водитель, управляя автомобилем МАН, не учел погодные условия, дорожное покрытие, допустил занос автомобиля, съезд в кювет. После чего движущиеся в попутном направлении автомобили, там КАМАЗ, МАН, еще один КАМАЗ, DAF, ГАЗель и Хонда, то есть водители не выбрали безопасную скорость движения, не учли погодные условия, дорожное покрытие, что послужило данным столкновением. Это не в одно время, то есть первый автомобиль МАН, который не справился с управлением, допустил съезд в кювет, это было где-то около 7 утра, и последующий, то есть водители видят, что автомобиль в кювете, начали притормаживать, также гололедица, кого занесло, кто остановился. Я затормозил, а он, вот видите, задний меня заедет. Да, вы успели затормозить? Я успел остановиться, только хотели ввели, чтобы посмотреть, а если дорога есть, пройти. Не успел даже выходить, но он зароманил. А у вас круженые? Да, да. Водители, которые по счастливой случайности не пострадали в массовой аварии, несколько часов ожидали помощи. Автомобили могла растащить только мощная техника, а таковой в муниципальных учреждениях почему-то не оказалось. Сами дальнобойщики решили останавливать проезжающие мимо большегрузы. Вдруг кто сможет отогнать машину, которая перегородила доступ к перевёрнутому полуприцепу. По их мнению, в этой аварии виновата не только погода, но и службы, ответственные за состояние трассы. Был лёд сплошной, лёд. Дороги надо посыпать. Вообще, ну прям лёд больный. А никогда уже все так расставили. Есть видео даже, как всё это было. Вот, он одного столба, он уже тормозить начал. Его начала, вот, за КамАЗом туда, а этот стал позже. То есть здесь просто на бугре, получается, обдул вообще каток, да? Да каток, да. И начали посыпать только в 10-м часу. А здесь нет ничего, тут продуваешь. Когда уже 6 штук набилось, они приехали в 10. А во сколько произошло, сколько наедет? Ну, они не знаю, встали. Я в 7 въехал. В 7, да? Я где-то без 15 в 6 встал. А первый надо в 5 или на 5-6. Да. Сейчас придёт бригада, которая специальная. И обязательно перегрузят, разгрузят кран и всё остальное. А фурт гружённый сейчас? Да, все гружённые. То есть, получается, просто они не могли затормозить, да? Конечно. Ну, вообще невозможно было там. Вылазишь и сразу падаешь. Как вы идёте? Я с Кемеровым. С Кемеровым. А куда? Молоко едете или по транзиту? Я транзитом еду домой. И гружённый, я убракаю. Не знаю, как дальше ехать в такой аварийной машине. А между тем, сегодня на планёрке в администрации обсуждался вопрос о том, что коммунальщики оказались не готовы к сюрпризам погоды. Сотрудники ЭДС ничего не сказали. Как будто для них это была новость. Находясь здесь, на третьем этаже, в окна не смотрели, картины не видят. То же самое идёт у нас по управляющему компанию. Во дворах практически выйти невозможно. Дворников нет, Пал Степанович. Люди выйти из дома не могут. Как будто это была какая-то неожиданность для нас. О том, что у нас подобные главные явления могут быть. Мы об этом говорили не единожды. Торговые компании. То же самое. Практически невозможно подойти. Все магазины, все собледенения. Это ещё было и в выходные дни. Что, соли нет? Или она дорогая стала? Если уж на то пошло. Собирайте все инспекторские службы, Пал Степанович, торговые отделы. Выезжайте на места, выходите. Сами выходите. Берите коньки, если гололёд. Обходите, объезжайте. С тем, чтобы люди спокойно начинали двигаться. На данный момент считаю, что служба ЭДС сработала неэффективно. То же самое по социальной сфере. Вот простое испытание. И фактически оценка отрицательна. Не его. Троссеем. Утром рано. Единственная компания, которая утром рано встала и всё объехала. Компания ПИК. Чем она у нас занималась? Тендер выиграли? Компания ПИК. Контракт уже начнёт в этой проделиве. А что у вас есть? Понятно. Тогда мы контракт повернём с тем, чтобы внести эти данные. Нам для чего нужно додать контракт? Ждать, когда снег выпадет, что ли? У нас количество людей, которые падают сейчас на льду, увеличивается в разы. На стропу уже сегодня не будет справляться. А мы ждём, когда снег выпадет. При этом, по прогнозам синоптиков, неустойчивая погода будет наблюдаться в течение недели. Будьте аккуратны на дорогах и следуйте простым правилам безопасности. Чтобы выбирали скоростной режим, соответствующий дорожному покрытию, соблюдали дистанцию перед впереди идущим трансферством. Ну и снижали скорость перед пешеходным переходом.